В плане армяне для Ирана сделали очень многое. Иранцы часто говорят касательно армян, вот в простонародье, нация первых, нация, которая впервые привнесла что-то в Иран. А что это было первое? Это театр, это кино, это типография, это опера, это даже пицца. Веселые истории, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш, веселые истории в журнале Еролаш. В журнале Еролаш. Армяне это автохтонный народ армянского Нагоря, или это какой-то такой индоевропейский винегрет? Это вообще не винегрет, это костяк земной цивилизации. Армян, своя какая-то особая миссия. У каждого народа своя миссия. Как у евреев, так и у русских, там у греков. Наш прародитель Гайк, который жил в Вавилоне, когда из Армении после потопа часть народа пошла на юг, он восстал против Белла. Который строил Вавилонскую башню. Он отказался принимать участие в богопротивном строительстве сатанинского капища. Он и 300 его родственников решили вернуться в Армению. На родину предков, как хоринацы пишут. С 10-тысячной армии Белл погнался за ним. Он своим луком пронзил его, и армия разбежалась. После чего Господь смешал народы на языки, и они не достроили вот это капище. И он вернулся в Армению. Кто был Гайк? Бесстрашный воин бога. Противник зла и злоодолевающим оказался. Он убил первого глобализационного царя. Первого императора мирового зла. Освободил все человечество. Глобализационный царя? Да, однозначно. Конечно. Вы знаете, если Господь создал нации и государства, а остальное искусственно все подогнать в одно, это уже не божественно. Это уже сатанинство. Так вот, он убил первого прототипа антихриста. Сатана нам этого не простит. Ни Гайку, ни нам, ни нашим потомкам. В результате последней войны азербайджанская военная машина была очень тяжело надломлена. Очень тяжело. Большинство из погибших, это по экспертным оценкам военных, около 20 тысяч, несмотря на то, что говорили. Только погибших. Только же тех, которых уже в строй не вернулось. Серж Саркисян был более опытен и мог бы решить эту проблему во время переговоров. Весь мир говорил, что оккупированные территории, то есть Джабраил и другие районы, должны быть возвращены Азербайджану. Именно этого и хотела Россия. Нам нужно быть честными самими собой. Россия помогла нам оккупировать Карабах не из-за наших красивых глаз. У нее были свои интересы. В 2001 году нам рассказали одну историю, которая потрясла нас. Мы чуть не потеряли сознание. Сюда приехали очень известные группы известных ученых из Израиля. Среди них были каббалисты. Я их сопровождал. И в конце, значит, они остались здесь 3-4 дня были. Последний день в Шуши один такой вот этот дедушка уже, ему было 85 с чем-то лет. Он мне задает вопрос о флаге. Я рассказываю официальную версию. Он мне говорит, молодой человек, вы действительно действительно не знаете. когда я рассказал эту историю автору флага, автор, он человек из диаспоры. Этот мы вызвали скорую для меня. Потому что он чуть не умер. Вот что рассказывает этот человек. Оказывается, во втором храме в Иерусалиме, помните, значит, в этом храме была комната, которая назвалась святая святых. Вот эта комната была отделена от храма занавесью, которая точно имела цвета армянского флага. Почему-то? Я не знаю. Вот то есть оранжевый, синий, красный. Вот так. И когда Христа распяли, вы знаете, было землетрясение. Он распоролся именно вот так. Поэтому этот человек говорит, вы подогнали или это случайность? А случайности не было. Арцахский народ Арцах не сдал. Он до последнего на своей земле стоял. Голодные, холодные, им было все равно. Они свой истинный патриотизм доказали, любовь к своей родной земле показали. И поэтому Армения была страной пяти морей, то есть трех морей, пяти портов. Мне сейчас нам кажется странным, но знаете, порт Хайфа, который сейчас в Израиле, Хайфа была передана Армении как порта Франка, как свободный порт для пользования. Порт Айаз был передан, порт Батуми, порт Трапезон, который был в Армении, еще порт Хейдер Паша в Стамбуле. И более того, то есть железная дорога, которая должна была соединить центральные районы Армении с Портамой, было решено, что это будет собственность Армении. То есть это экстритариальная собственность. Война. Война. Азербайджан и Турция решили задушить вас. Этого не получится. Не получилось ничего в 90-х. Арцах тогда выиграл войну. И сейчас армянский народ победит. Победит Арцах. Он останется свободным обязательно. И в Армении тоже будет мир. Потому что вы гордый и сильный народ. Вы победители. Я очень бы хотела сейчас собрать рюкзак и улететь туда. Уважаемый Владимир Владимирович. Я как простой армянин обращаюсь к вам. Вы сказали, что Украину создал Ленин. И это территория России. Хочу напоминать, что Азербайджан также создал Ленин. Нашу святую землю Арцах подарил Азербайджану. Все со всем уважением к вам. Хочу сказать, если по вашим словам Украина это Россия, то Арцах исконно это Армения. Это исторический факт. Я желаю, чтобы справедливость восстановилась по отношению к Арцаху. Со всем уважением к вам. Владимир Владимирович. Что мы видим сегодня? Фактически это опять начинающийся геноцид. И я могу об этом смело утверждать, потому что все те ценности, которые существуют на земле Арцаха, древнейшие ценности, такие как монастырь и храм Ганзасар IX век, все памятники, памятники большой очень культуры, оставленной нам, предками. Для меня Арцах это такой форпост христианства на Кавказе. Вот это поворот! Мы всегда относились с большим уважением к Адербайджану, Адербайджанскому народу, к Турцу, турецкому народу. Ну, когда как Ататург. Пришел, видите, геннадий армян. Ну, были другие, которыми хорошо жили, которые строили, и до сих пор мы гордимся нашим архитекторами. веками, которые строили Стамбул, там, другие города, Турция. У нас нельзя уничтожить. Все люди мира, независимости от национальности, вероисповедания и расы должны стать армянами. Потому что, если не армянин, то значит, еще не человек. Точно? Всем же, дорогие друзья, и сегодня мы поговорим об армянине, который чуть ли не спас чеченцев от геноцида. Поехали. В 1944 году Иосиф Виссарионович Сталин одним своим указом ликвидировал Чечню, а весь чеченский народ депортировал в Среднюю Азию. Единственный человек в политбюро СССР, который выступал против этого решения, был армянин Анастас Микуян. Это пиздец. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Чем впал в опалу длившуюся вплоть до смерти Сталина в 1953 году. После смерти Сталина Анастас Микуян вновь поднимает вопрос о восстановлении Чечни и возвращении чеченского народа на свою родину. Ну ты дебил. Именно по инициативе Микуяна была создана чеченская автономная область. Да что ты, черт побери, такое несешь. Извините, а что за фильм? Опять о море? Этмическая Армения, этноская, этанозкая Армения, айская Армения является родоначальником японской династии, динароз Армения, армейский гаев, жили наши жрецы и философы, поэтому эта территория древней Армении переходит под протекторат Японии. Здравствуйте, это новости ТикТока, и с нами на связи человек, который очень сильно заколебался. Расскажите, что у вас произошло? Айбабон кематах, эстхор кириарты зазвацрала нора, цах блокировка айнанум зазвацрала нора. Хорошо, и планируете ли вы отдохнуть в ближайшие 10 лет, если да, то как? Значит, я еду в Арцах и в Шуши поставлю армянский флаг. Ну что же, спасибо большое. Дело в том, что надо сделать выводы из предыдущих ошибок, и нам надо, вот эта идея буферной зоны, которая была изначально, она была неплохая идея, жалко, что она не была наполовину Азербайджана, буферной зоны, с выходу Каспийского моря, но теперь, теперь, надо использовать эту трагическую ситуацию, для того, чтобы иметь выход во всех направлениях, куда нам надо, включая Каспийское и Черное море. Россия повела себя, скажем так, как проститутка, я люблю все называть своими именами, потому что этот конфликт без согласия России, оно бы не было бы. И так, я еще раз говорю, я вот эту, вот эту часть людей, которые сидят в правительстве, это, вот, КБ и все прочее, я называю просто-напросто проститутками, да. Ну, вы помните, азербайджанцы в моем случае утверждали, что якобы я хотел повеситься, а они меня спасли, в то время, как четверо азербайджанцев в масках с балаклавок, знаете, вот этих вот дырки для глаз, напали на меня, избили, задушили, хрипя, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, собственно, вот. Если хотите поддержать мою деятельность, помочь тому, чем я занимаюсь, вот прямо в описании указаны реквизиты моего счета, там есть и Пайпел, и карточка Российского банка. Спасибо, ребят, пока. Блядь, у меня просто один вопрос азербайджанцев. Сука, блядь, нахуй, что вам нужно от армии? Что вы хотите, сука, блядь, от нас? Что вам нужно? Умри, де твари.